Ну а в России продолжают сыпаться генеральские звезды. Именно обороны за прошедший месяц арестовали уже четырех высокопоставленных чиновников. 23 мая стало известно о задержании замглавы российского генштаба Вадима Шамарина. Следствие подозревает, что тот получил взятку в особо крупном размере. Кроме того, 23 мая Московский суд отправил в СИЗО начальника управления Департамента оборонного с заказами на обороны Владимира Вертелецкого. Ярким был и арест генерал-майора бывшего командующего 58-й армией Российской Федерации Ивана Попова. Последнего сильно хвалят российские военкоры и сильно сомневаются, что тот мог быть причастен к коррупции. Попов отвечал за ведение войны в Запорожской области Украины. В суд его доставили в наручниках. Генералу отказали в домашнем аресте, хотя об этом просил сам Следственный комитет. Ну а в чем же его обвиняют? Следствие считает, что Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкции для Запорожской области. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей. Ну то есть вы поняли, да, это та самая линия Суровикина. Попов, как, впрочем, и все остальные арестованные военные чиновники, свою вину отрицает. И, как все остальные, сам тоже просит, чтобы его отпустили под домашний арест, ставясь на заслуги перед государством, военные награды и положительные характеристики. Показательно, что всем обвиняемым в домашнем аресте было отказано. Широкой публике он стал известен еще в июле 2023 года, когда был уволен с должности командующего через несколько месяцев после назначения. Он тогда был неудобным и говорил о том, что российская армия несет слишком большие потери. Ну, как мы помним, Кремль втирает, что потерь практически нет. Просто кладбища сами по себе растут. Таких чисток в военном ведомстве не было уже довольно давно. А теперь вот складывайте все воедино. Путин вновь публично заговорил о переговорах. Харьковское наступление захлебнулось. А основная группировка остается на Донбассе. Руки снова потянулись к ядерной кнопке. Ну и вот кадровые чистки. Это значит, говоря языком самого Путина, крысу, очевидно, смогли таки загнать в угол. Я лично не верю, что война закончится прям завтра. Но то, что грядут значительные изменения в ситуации, это однозначно. Кроме того, мне кажется, что все закончится резко. Помните апрель 2022 года? То, что Путин тогда называл актом доброй воли, когда его оккупационные войска просто ушли от Киева и вышли со значительной части территории Украины. Так будет, думаю, и дальше. Вопрос только в том, на каких условиях может быть достигнут мир. Ведь перемирия с Россией уже никто давно не верит. Ни украинское правительство, ни западные лидеры, готовые когда-то на все, чтобы только ничего не делать, ни эксперты, следящие за развитием этой войны. Сам Путин, думаю, тоже в перемирие не верит. Ну а вы смотрите сами. Сейчас, конечно, самое время поставить лайк этому видео, подписаться на наш YouTube канал и оставить комментарий. Так этот выпуск увидят намного больше людей. Это, правда, важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!